Само слово «арбитражный» звучит достаточно сложно, но на самом деле здесь все очень просто. Это всего лишь получение преимущества от разницы цен на одну и ту же вещь, чтобы устранить риски и гарантировать прибыль. Давайте немного поговорим об этом. Давайте представим, что в одной части города есть некий рынок. Возьмем, к примеру, рынок яблок. Допустим, что на этом рынке яблоки продаются по определенной цене. Например, по цене 1 доллар за штуку. 1 доллар за яблоко. Представим, что в другой части города есть еще один рынок — фруктовый. И в той части города яблоки продаются по цене 1,5 доллара за яблоко. Условимся, что это точно такие же яблоки. Как можно заработать на разнице цен? На эти одинаковые товары, чтобы обеспечить прибыль. Конечно, по возможности вы предпочтете продать яблоки на более дорогом рынке, где можно получить 1,5 доллара за яблоко. Также вы захотите закупать яблоки на более дешевом рынке, где их можно купить по цене 1 доллар за яблоко. Именно так вы и поступите. Вы пойдете на первый рынок и купите там яблок. Допустим, вы купили 10 яблок по 10 долларов. После этого вы отправитесь пешком или на велосипеде через несколько кварталов на второй рынок. Там вы продадите эти 10 яблок. То есть, купив 10 яблок за 10 долларов, вы продаете эти 10 яблок за 15 долларов. Хорошо. Так вы получаете мгновенную гарантированную прибыль в размере 5 долларов. Покупаете за 10 и продаете за 15. Можете продолжать так делать, покупая каждый раз столько яблок, сколько вместит ваш велосипед. Так вы продолжаете зарабатывать деньги. В этом и заключается арбитражная сделка. Также просто представьте побочный эффект. Если человек занимается этим долгое время, придется увеличить поставку яблок на этом рынке. То есть, на этом рынке поставки увеличатся. На другом же рынке увеличится спрос, так как кто-то продолжает скупать товар с этого рынка и продавать на другом. В результате из-за увеличения спроса на первом рынке цена возрастет. При увеличении объема поставок на другом рынке цена, наоборот, понизится. То есть, теоретически, чем дольше вы это делаете, тем скорее сравняются цены на обоих рынках. В результате вы не сможете уже извлечь какую-либо прибыль. Однако, пока существует расхождение, есть возможность для арбитражной сделки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...